В городской детской поликлинике по Кате Перекрещенко закончился ремонт. Мы приехали посмотреть, что изменилось, и первые нововведения заметны уже с улицы. Теперь входа два, основной, и вход для детей с признаками заболевания. Таким образом, снижается вероятность заболеть или, например, подцепить простуду. В этот коридор попадают дети с отдельного входа, которые сейчас болеют. Здесь их примет врач. Зона ожидания очень комфортная, есть место, где поиграть, есть мягкая мебель, в том числе и новые пеленальные мягкие столики. Интересное новшество. Это инфомат. Благодаря ему можно записаться к врачу. Такой, кстати, есть и в основном холле. Давайте попробуем. Пациент пришел у нас без записи, не смог записаться. С этого входа он может попасть в кабинет выдачи справок и направлений. Соответственно, выбираем выдачу справки. Загружаются данные. Вводить никаких данных не нужно. Получаем талон и проходим в кабинет выдачи справок и направлений. Но главные критики маленькие пациенты больше оценят динозавров, которые поселились на стенах поликлиники. О волнении перед посещением врача забудется в новых игровых. Над дверью каждого кабинета есть экран, на котором транслируется очередность пациентов. Загорается этот номер, и он заходит по номеру. Я нажимаю принять. Ну, привыкаем, посмотрим. Они только начали. Вот сегодня, вот только начиная в тестовом режиме, все это. Наверное, будет удобно. Сюда приобреталось лабораторное оборудование, вот именно в эту поликлинику и офтальмологическое оборудование. И порядка 800 тысяч больницы еще направило денег, обязательное медицинское страхование, на приобретение медизделий до 100 тысяч рублей. То есть, в целом, на эту поликлинику потрачено чуть более 14 миллионов. Сделали ремонт и приобрели новое оборудование по проекту развития детского здравоохранения. Всего на Хакасию в 2019 году было выделено более 160 миллионов рублей. Деньги распределили между 14 медучреждениями республики. Анна Янгулова, Василий Самоделкин, Нотабена.